Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Почти 1900 выездов на пожары и другие загорания осуществили с начала года столичные огнеборцы. За это время на пожарах погибли 6 человек, 24 пострадали и более 190 были спасены и эвакуированы из опасных зон работниками МЧС. Теперь подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Начало недели и праздничные дни запомнились столицей чередой автопожаров. В результате поджогов сразу три автовладельца лишились своих машин. Сообщения о горящих автомобилях в московском районе поступали в дежурную службу МЧС в ночь с понедельника на вторник одно за одним. Первая около двух часов ночи на территории СТО по улице Слободской горела Упелястр. Менее чем через час спасатели вызвали на тушение еще одного авто. В этот раз горел Упеляскона. И еще через час подразделение МЧС тушил автомобиль, припаркованный возле жилого дома по улице Есенина. Во всех трех случаях возгорания начинались в салоне автомобиля и все три авто получили схожее повреждение. Пострадали салон и лакокрасочное покрытие. К сожалению, беспечность граждан приводит и к пожарам в жилом фонде столицы. Во вторник рано утром из горящей квартиры пятиэтажки на улице Ольшевского огнеборцы спасли мужчину. 55-летнего хозяина, инвалида третьей группы, спасатели обнаружили на полу в коридоре. Пострадавший был передан в руки медиков и с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирован. Вероятнее всего пожар случился из-за неосторожности при курении пострадавшим. Пусть это ЧП послужит очередным уроком всем курильщикам, которые недооценивают угрозу жизни от сигареток. А вот во вторник днем помощь спасателей понадобилась утке и десяти утятам. Самостоятельно выбраться из технического водоема по улице Белорусская пернатые не могли и провели там несколько дней. Подручное средство и немного терпения – все, что потребовалось бойцам МЧС, чтобы подарить утятам свободу. И хоть подобные случаи не входят в компетенцию спасателей, каждый подобный звонок рассматривается индивидуально. Исходя из соображений гуманизма и при наличии возможностей, спасатели иногда откликаются на такие случаи. Поводом для приезда спасателей в среду поздно ночью в один из домов на улице Великоморска стало короткое замыкание в электросчетах на лестничных площадках с первого по третий этаж. Именно из-за него, как предполагается, подъезд девятиэтажки окутал запах гари. На него-то и пожаловали жильцы квартир в службу спасения. В этот же день около шести вечера по номеру 101 позвонила хозяйка русского спаниеля и объяснила, что собака упала в яму на территории зеленой зоны напротив дома по улице Победителей. Для того, чтобы достать животное из двухметровой ямы, спасатели использовали альпинистское снаряжение. В результате инцидента питомец остался цел и невредим. Скорее всего, по причине короткого замыкания пожар начался в четверг в квартире на Нововиленском переулке. Возгорание случилось в одной из комнат и коридоре около полудня. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали загорание, не дав огню распространиться дальше. В результате повреждено имущество, закопчена квартира, но, к счастью, никто не пострадал. В пятницу на улице Жулуновича сгорел автомобиль. Сообщение о горящей машине на дороге спасатели получили в четвертом часу утра. Оперативно прибыв на место происшествия, работники МЧС установили, что загорелись кабина и кузов, фургон грузовой машины и века. В результате пламя повредило автомобиль, а также лакокрасочное покрытие, находящееся рядом легковой машины «Форд». Говорить о причине загорания рано, сейчас она устанавливается. Минск чрезвычайный. Также в пятницу утром на улице Старовильнинская, а днем на Энгельса, спасатели помогали водителям достать котят, которые попали в двигатели машин. Забегая вперед, скажу, что еще одного усатого в субботу днем пришлось извлекать из двигателя авто на улице Лыньково. Предугадать подобной ситуации практически невозможно. Поэтому прежде чем сесть за руль, не поленитесь, загляните под днище или хотя бы легонько стукните по капоту. Вполне возможно, спасете жизнь животному. Сразу несколько летучих мышей на минувшей неделе заставили хозяек квартир вызвать работников МЧС. В первом случае ЧП произошло в пятницу на улице Некрасова. Спустя сутки по номеру 101 позвонила хозяйка квартиры на улице Неманской. В ее кухню на огонек залетели сразу три млекопитающие. Около шести утра в субботу на улице Мелинюка в результате поджога сгорели три автомобиля. Огнем были серьезно повреждены два автомобиля Мазда и Тойота. Под сгоревшими машинами лежали канистры. Рядом были разбросаны туши, птиц, красители и другие странные предметы. Все причины и обстоятельства этого ЧП сейчас устанавливают специалисты. Далее о воскресном происшествии на улице Харьковская. Около часа ночи за помощью к спасателям обратился 27-летний мужчина. На протяжении нескольких дней выгуливая собаку, он наблюдал за котом, высоко сидящим на дереве. Неравнодушный парень принял решение самостоятельно спасти животное, но усилия оказались тщетны. И спасатель, и потерпевший оказались в чрезвычайной ситуации, так как самостоятельно на землю спуститься не смогли. Бойцы МЧС с помощью автолетницы помогли обоим. Пострадавших нет. Более того, кот обрел нового хозяина. Такой была оперативная обстановка в Минске на минувшей неделе. В заключении хотелось бы напомнить, что в эти дни в республике продолжается профилактическая акция каникулы без дыма и огня, направленная на предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей в период летних каникул. Будьте здоровы, соблюдайте правила безопасности и до встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.